добрый день уважаемые зрители здравствуйте друзья сегодня в обзоре банистика и показать вам хочу банкноты венесуэлы номиналом 5000 боливаров 2002 года и 10000 боливаров 2004 года выпуска эти банкноты относятся к серии 1998-2006 номиналы в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 2000 боливаров я уже показывал в предыдущих видео рассказывал об этой далекой южноамериканской стране некоторые банкноты которые я показывал были одного и того же номинала разных серий и так первая банкнота это 5000 боливаров 2002 года размер 157 на 68 миллиметров материал бумага преобладающие цвета синие на лицевой стороне трех углах указан номинал цифрами в центре номинал указан прописью и цифрой в левом нижнем и правом верхнем углу указан серийный номер банкноты вверху с левой стороны уже привычная надпись банка централ где венесуэла с правой стороны по центру изображен портрет себастьян танцысты и миранда и родригес про миранда я уже рассказывал предыдущих выпусках об отнотах венесуэлы но повторю годы жизни 28 марта 1750 каракас тире 14 июля 1816 сан фернандо испании миранда руководитель борьбы за независимость испанских колоний в южной америки революционер национальный герой знаковая фигура республики венесуэла автор флага венесуэлы участник и жертва великой французской революции умер испанской тюрьме последние четыре года жизни миранда провел в тюрьме лака рака где он прикованный цепью к стене тяжело болен умер 14 июля 1816 года его тело было тайно захоронено а одежда и другие вещи сожжены в 1896 году в пантеоне героев в каракасе была сооружена символическая гробница в честь франциска миранды которая приоткрыта и пуста а также был учрежден государственный орден его имени сейчас памятники ему стоят во всех столицах бывших колоний испании ставших отдельными государствами на оборотной стороне бантноты с левой стороны внизу и в правом верхнем углу указан номинал бантноты а также прописью в правом углу сверху надпись бант концентрал венесуэла с левой стороны изображен герб венесуэлы центре бантноты панорама гидроэлектростанции бури и изображение двух рыб ангелов я долго искал где же эти рыбы на бантноте и нашел их верхней левой части бантноты вот они здесь это рыбы семейства морских лучеперых рыб из отряда окунеобразных обладает яркой пестрой краской пару слов об гидроэлектростанции гури это крупная гэс венесуэле в штате боливар на реке короне официальное название гидроэлектростанции имени симона боливара в 1978 период 2000-х годах станция носила имя рауля лиони на январь 2016 года четвертая станция в мире по мощности после китайской сан ся что значит три ущелья бразильска парагвайской и тайпу и китайской сила ду следующая банкнота номиналом 10000 боливаров 2004 года выпуска такую банкноту я уже показывал она была из числа банкнот в подарке от канала тенгри из германии от николая и романа но на ней был другой год выпуска 2000 также там были другие венесуэльские банкноты других номиналов обзор на эти банкноты я уже делал кому интересно можете посмотреть видео называется подарок из германии от канала тенгри от николая и романа за лучший комментарий в конце видео покажу вам еще раз эти банкноты венесуэлы и так продолжаем размер банкноты 156 на 69 миллиметров приблажающие цвета желто-коричневый материал бумага на лицевой стороне в трех углах указан номинал цифрами в центре номинал указан прописью и цифрой в левом нижнем углу и правом верхнем углу указан серийный номер банкноты верху с левой стороны уже привычная надпись банка централ де венесуэла с правой стороны по центру изображен портрет антонио фосе-франциско де сука и алькало это верховный военный правитель перу 1823 году один из лидеров войны за независимость испанских колоний в латинской америке в 1810 тире 1826 года президент боливии с 19 июня 1826 по 18 апреля 1828 года более подробно про него я рассказывал в предыдущем видео на оборотной стороне блокноты с левой стороны внизу и в правом верхнем углу указан номинал блокноты а также прописью в правом углу номинал сверху надпись банка централ де венесуэла с левой стороны изображен герб венесуэлы в центре с левой стороны бабочка вот здесь вот в середине дворец правосудия а теперь друзья я покажу еще раз завершение сегодняшнего видео батноты из подарка от канала тенгри первая батнота 10 тысяч поливаров 2000 года возможно какие то есть отличия от банкноты 2004 года вот этой банкноты возможно ультрафиолетия но этот вопрос к большому знатоку венесуэцких бумажных денег к эльмару я думаю что вы его все хорошо знаете следующая банкнота номиналом 20 тысяч боливаров 1998 года здесь изображен портрет Симона Родригеса на обратной стороне попугай Ара и водопад Анхель надо отметить что водопад Анхель самый высокий водопад в мире общая высота его 979 метров а по другим данным 1054 метра представляете друзья как это выглядит высота воды в 1 километр высота свободного падения воды 807 метров находится на реке Кереп в Венесуэльском штате как вы думаете друзья называется штат ну конечно боливар вот так вот следующая банкнота похожа на предыдущую но 2001 года выпуска с небольшими изменениями в дизайне и цвете хочу еще заметить что на этом водопаде было снято много художественных и документальных фильмов таких например как на гребне волны 2015 года я думаю что многие зрители видели этот остросюжетный фильм и последняя банкнота на сегодняшнем обзоре из подарка это 50 тысяч боливаров 1998 года с изображением президента Хосе Мария Варгаса Апонсе на оборотной стороне мы видим сквер перед университетом в Каракасе пару слов о президенте Варгасе потому как ему я думаю в моих видео в венесуэльских банкнотах было уделено меньше всего внимания кстати о президенте недавно 24 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы и победил на них действующий президент Николас Мадуро а теперь вернемся к президенту Варгасу Варгас родился в Варгас в 1786 году в Ла Гайфьере изучал философию в королевском и папском университете Каракаса в 1813 году был заключен в тюрьму роялистами уехал изучать медицину в Европу в 1817 году вернулся в Куарто-Рико в 1825 году возвратился в Венесуэлу два года спустя основал медицинское общество Каракаса в 1834 году был избран президентом на 1835-1839 годы но во время гражданской войны Петро Каруха отправил его 9 июля 1835 года в изгнание на Сен-Томас 20 августа вернулся к своим обязанностям и оставил пост в 1836 году остаток жизни провел преподавая медицину и химию в колледже а в 1853 году переехал в США где и скончался похоронен в национальном пантеоне в Венесуэле в Каракасе вот в принципе и все на сегодня друзья о венесуэльских банкнотах надеюсь что эта тема будет когда-нибудь продолжена и показана мною на обзорах а вы пишите в комментариях что вы знаете о героях Венесуэлы об ее истории о природе о ее валюте, экономике есть ли в ваших коллекциях бортноты этой далекой южноамериканской страны а с вами был Сергей Суховерхий и до новых встреч пока и до новых встреч